Лабутнанская молодежь за здоровый образ жизни. Ученики школ города приняли участие в квесте «Здоровое поколение». Его организовали сотрудники молодежного центра. Ребятам предстояло пройти несколько станций и узнать как можно больше о социально опасных заболеваниях. Подробности в следующем сюжете. Документальное видео – лучшее доказательство. Фильм показывал подросткам, какие перспективы открывает здоровый образ жизни и к чему может привести пренебрежение к нему. Профилактика ВИЧ-инфекции стала главной темой встречи школьников и специалистов молодежного центра. Ее посвятили Дню памяти жертв СПИДа. «Это заболевание очень опасно. Дело в том, что по статистике на 1 января 2019 года общее количество зараженных ВИЧ в России составляет 1 миллион 300 тысяч человек». «Никто не позаботится о вас лучше вас самих», – говорили взрослые, подросткам и рассказывали им о способах распространения инфекции, об уязвимости любого человека. Полученные знания решили закрепить интеллектуальной игрой. Ребята разделились на команды. Каждой из них нужно было пройти четыре символические станции и выполнить задания, касающиеся ВИЧ и СПИДа. «Вам нужно разложить высказывания с действиями человека в соответствии с колоночками. Колонки называются «высокий риск», «заражение возможно» и «риск отсутствует». «То есть на карточках указаны действия человека, и вам нужно их расставить». «Насколько интересно, сложно или легко вам было проходить квас?» «Ну, так нормально было проходить все станции. Некоторые были легкие». «А что самое сложное было для вас?» «Ну, разбирать знаки на первой станции». «Я в нем больше волонтер, который помогает участникам квеста. То есть, ну, допустим, на моей станции ребята должны найти символ борьбы со СПИДом. И для них это довольно, ну, им это дается довольно легко, потому что все знают этот символ. И мы решили немножко доработать эту станцию и добавить пару дополнительных заданий». «Я считаю, что это чума 21 века, ВИЧИ и СПИД. И мы должны бороться с этим, мы должны рассказывать молодежи, объяснять в первую очередь, как обезопасить себя и своих близких». Гостями молодежного центра сегодня были учащиеся городских школ. Несмотря на наступившие каникулы, они с радостью пришли на мероприятие. Это доказывает, что лабетнанская молодежь – здоровое поколение. Ирина Волокитина, Дмитрий Сырид, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Визу gamma